О самых заметных событиях в стране и в мире расскажем в ближайшие несколько минут. Вы смотрите новости. В студии работает Вера Захарчук. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Вера. В эти печальные минуты ко дворцу спорта имени Балавана Шулака люди прибывают сотнями. Все хотят попрощаться с великим фигуристом Денисом Теном, чье кто за свою не очень длинную, но яркую жизнь оставил после себя значительный след в истории современного Казахстана. Его имя в казахстанском спорте будет вписано золотыми буквами. Кажется, равнодушным не остался никто. Здесь и члены правительства, и представители культуры и спорта. Очень много фигуристов, а также простых горожан, которые пришли почтить последнюю память и проводить в последний путь Дениса Тена. И действительно, хочу сказать, что накануне глава государства президент Нурсултан Назарбаев направил телеграмму родителям Дениса, в котором выразил свои соболезнования. А ведь соболезновать действительно есть чему. Мы больше не увидим новых побед и достижений Дениса. Но, как говорят его знакомые и близкие по цеху, то зерно, которое он заложил в казахстанское фигурное катание, оно будет прорастать. И рядом на связи со мной находится чемпионка мира, чемпионка Казахстана по фигурному катанию Регина Гласман. Она знакомая и подруга Дениса Тена. Регина, вам слово. Здравствуйте. Каким вам запомнился Денис? Мы с Денисом знакомы уже около 15 лет, дружим с самого детства. Мой спортивный путь начался именно с его выступлений. Так что Денис, он был всегда таким человеком, который всегда делился с опытом, привозил иностранных тренеров. Мы даже тренировались с ним у одного тренера, ездили на сборы вместе. Он всегда делился, помогал, рассказывал, всегда поднимал наше фигурное катание. Он настолько поднял наш спорт, что это просто, наверное, недостигаемый уровень. Он наш герой. Нам его будет очень не хватать. Это просто мега-звезда для Казахстана и это большая утрата для всех. Так что Денис просто для нас будет, всегда останется в наших сердцах и мы его очень любим. Большое спасибо, Регина. На этом пока у меня все. Вера. Большой Владимир Буовкис был на прямой связи из Алматы. В эти минуты там проходит церемония прощания. Страна провожает в последний путь Дениса Тена. Оба подозреваемых в убийстве Дениса дали признательные показания. Уроженцы Жамбылской и Казалардинской областей ранее судимые. Во время допроса задержанные рассказали, что им нужны были деньги. Возникла мысль украсть зеркала. Во время кражи вышел хозяин машины. Произошла потасовка, в ходе которой один из них ударил спортсмена ножом. С их слов о том, что напали на Дениса Тена, они не подозревали. Узнали они об этом только из соцсетей. Теперь событиям в мире. Число жертв в результате крушения экскурсионной лодки «Амфибии» в американском штате Миссури увеличилось до 17 человек. Дайверы уже подняли на поверхность тела всех пропавших без вести. Сейчас поисковая операция завершена. Об этом сообщили в ряде СМИ со ссылкой на местную полицию. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже выразил соболезнования семьями и родным погибших. Напомню, трагедия произошла на озере Тейбл-Рок. Всего на борту судна находились 31 человек, включая детей. Точная причина случившегося по-прежнему неясна. По предварительным данным, ЧП случилось из-за плохих погодных условий. Армия обороны Израиля поразила более 65 целей группировки «Хамас» в секторе «Газа». Это стало ответной реакцией на совершенное ранее убийство израильского солдата в результате обстрела группой палестинских радикалов у границы Приморского анклава. Об этом сообщили в пресс-службе армии страны. По их данным, три военных лагеря группировки Авзейтуния, Хан Юниси и Эль Брэджи полностью разрушены. Как сообщают в «Хамас», на данный момент число раненых достигло 120 человек. Еще четверо погибли, в их числе один мирный житель. Налог на вредные продукты питания. Организация Объединенных Наций предлагает ввести акцизы на пищевые продукты, содержащие жиры, сахар и соль. Специалисты ВОЗ рассчитывают таким образом ограничить их потребление и, следовательно, защитить население от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Если резолюция будет принята, в числе подакцизных товаров может оказаться даже оливковое масло. Основа знаменитой средиземноморской диеты. Чистым безумием назвал намерение ООН министр сельскохозяйственной и продовольственной политики Италия Джан Марко Чинтанайо. По его словам, введение акциз на сыр, пармезан, пармскую ветчину, вино может причинить огромный ущерб экономике страны. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения предлагает разместить на упаковке вредных продуктов предупредительные надписи и ужасающие изображения, которые сегодня можно увидеть на пачках сигарет. В результате преимущество получит химическая пищевая промышленность, то есть производители, подсластители, добавок, красителей, продуктов синтетических. ООН хочет либерализовать эту сферу, продвигая производство продуктов искусственных в ущерб натуральным. А когда мы отказываемся от натурального, обычно это приводит к катастрофе. В Кустанайо ищут незаконно проживающих в студенческих общежитиях людей. Акция «Чистая сессия» стартовала в начале лета. Периодически в рейды выходят сотрудники областного департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции. Они посещают общежития высших учебных заведений и колледжей. На данный момент в Кустанайо члены специальной мониторинговой группы побывали в четырех общежитиях. Они выявляют незаконные факты предоставления комнаты для проживания посторонним людям. Такая работа будет проведена не только в областном центре, говорят организаторы. К началу учебного года рейды пройдут во всех городах и районах, где имеются студенческие дома. Во время проведения подобных рейдов в общежитиях колледжей города Кустанайо было выявлено три факта проживания посторонних лиц. По данному факту было направлено письмо в управление образования с целью недопущения в дальнейшем подобной ситуации. В Петропавловске отдыхающие на городском пляже купались под звуки оркестра. Вся эта помпезность ради безопасности, уверяют спасатели, которые провели в городе необычную акцию. По их словам, чаще всего люди тонут на стихийных пляжах и в нетрезвом состоянии. С начала купального сезона утонуло семь североказахстанцев. Подробности у Ирины Панфиловой. Внимание на пьяного человека на городском пляже обращают сразу. Кто-то даже мешает ему зайти в воду, но мужчина смело идет купаться. Благо рядом спасатели и водолазы. А сам Анатолий Наргеленов просто играет роль. В реальности, говорит актер, такая беспечность могла бы стоить жизни. Знаете, те, у кого есть разум, посмотрев этот ролик, задумаются, стоит ли вот так вот на берегу дружить с бутылочкой. Или, может быть, подождать, пока домой придут. Понимаете? Ну, а кого разума нету, так, извините, ему хоть четыре ролика таких показывают, это бесполезно. Необычную театральную постановку организовали спасатели. Они регулярно проводят рейды и напоминают людям о безопасности на воде. Нурлан Кулкашев на днях спас шестерых детей. Двое заплыли за буйки. Еще четверо на надувном матрасе отплыли слишком далеко от берега. Четыре пацана несовершенными, 8-10 лет. И у них матрас, короче, вздулся. И вот я четырех на берег доставил. Спросил, где родители. Они, говорит, без родительских присмотров, без светов купались. Спасатели каждый день с утра до вечера продолжают патрулировать береговую линию городских пляжей. В случае, если произойдет какое-то ЧП, к вам тут же придут на помощь. Но, тем не менее, многие люди продолжают купаться на стихийных пляжах, где далеко не безопасно. С начала купального сезона вода унесла жизнь из семерых североказахстанцев, в том числе троих детей. Почти 30 человек удалось спасти. Ирина Панфилова, Тулигин Иманов и Дмитрий Рура. Петропавловск, Хабар-24. Третий международный форум, посвященный развитию рынка международного горного туризма и популярных видов спорта, стартовал на площадке горнолыжного курорта Шамбулак в Алматы. В нем принимают участие известные путешественники, специалисты в области туризма и спортсмены. Эксперты признают, что регион обладает всеми природными и климатическими критериями для развития такого вида туризма. По их словам, около 40% иностранных туристов посещают Алматы. Например, в прошлом году на Медеу и Шамбулаке побывали 22 тысячи иностранных гостей. В разгар туристического сезона пропускная способность Шамбулака достигает 15 тысяч человек. С таким потоком специалистам справляться сложно, уверяют они. Именно поэтому нужно развивать альтернативные виды отдыха и досуга отдыхающих, говорят эксперты. Я думаю, у Казахстана есть все шансы развивать горный туризм. Для этого есть главная природа, уникальный горный ландшафт. Однако необходимо создавать и улучшать инфраструктуру с учетом международных правил сохранения экосистемы. И, конечно же, нужно активизировать пропагандистскую работу на международном уровне. Учитывая все это, туризм может и должен развиваться в вашей стране. Первый оздоровительный лагерь для особенных детей открыли в Актобе. Он оснащен специальными тренажерами, инклюзивными площадками. С ребятами работают логопеды, дефектологи и массажисты. Одним словом, летний отдых здесь успешно совмещают с реабилитацией. Ваза расположилась в живописном месте, недалеко от поселка Вестамак Алгинского района. На территории зоны отдыха 8 жилых корпусов, столовая, клуб. Совсем скоро спонсоры установят еще одну спортивную площадку с специальным оборудованием. В первый сезон приняли 40 детей. Группы разновозрастные, но этими интересны, говорят педагоги. В этом году в лагере смогут отдохнуть и подлечиться более 600 детей. Всего в регионе свыше 5000 ребят с особыми образовательными потребностями. У нас по ночам осматические приступы до сих пор, но здесь медицинские работники полностью это контролируют. Они с ним находятся рядом, поэтому за это я могу не переживать. Это единственный выезд вообще за сколько лет нас в такое место. Я очень благодарна государству Акимату, что нам наконец-то дали такую возможность. Мой ребенок очень рад, очень счастлив. Разрабатывается проектно-смертная документация на строительство котельной. Во всех корпусах проведены отопления, подготовительные работы. Все благоприятные условия созданы. Сейчас будут вестись работы по отоплению, и мы будем принимать детей зимой. Мировая премьера на сцене театра «Стана-Опера». Сразу два современных балета впервые представят столичные публики. Постановщиками танцевального шоу выступили известные хореографы из России и Германии Раймонда Рыбек и Ксения Зверева. Они подготовили для казахстанцев уникальные новинки в мире балета, которые пополнят репертуар столичного театра. Главные партии в постановках исполнят ведущие солисты «Стана-Опера». Балеты нигде не шли, это поставлено специально на труппу «Стана-Опера». Здесь все оригинально, это нигде никогда не использовалось. Конечно, для артистов это очень хороший опыт, потому что модерн тоже бывает разный, а это такая быстрее современных хореографий, но неоклассика. Мы работали над национальным балетом с уже имеющимся либретто, точнее мотивы либретто Адама Капанова, музыка Акто Тархматулавины, и я старалась максимально осовременить национальный сюжет и внести в то же время что-то новое, потому что я считаю, что традиции обязательно нужно почитать, сохранять, но в то же время нужно иметь смелость и желание двигаться дальше. В коллекцию Северо-Казахстанского краеведческого музея пополнит редкий экспонат «Щикпен», который, скорее всего, принадлежал великому Сегас-Сиаре. Работники музея уже начали изучать реликвию. Говорят, что по истории «Щикпена Сегас-Сиаре» подарил Агасултан Ярден Сандыбаев. Было это в 1846 году. А композитор передарил его своему другу. Все эти годы в семье Жейнале-Досхожале предмет одежды хранили, как зеницу ока. Передачу «Щикпен» в музей решил потомок в четвертом поколении, Есенбек Муканджанов. Соткан Кавтан из верблюжьей шерсти, и несмотря на то, что минуло уже больше 170 лет, «Щикпен» в первозданном виде. Судя по ткани и, значит, по фактуре, что да, это 19 век. Для нашего музея это, конечно, очень большая редкость, потому что те легендарные личности, которые жили в начале 19 века, после них очень мало остается вещественных артефактов, предметов. И вот этот «Щикпен» у нас в музее, он единственный. Как будут развиваться события, покажет Хабар-24. Оставайтесь на нашем канале. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова